привет три с половиной года с момента покупки этого ноутбука я его чистил только с внешней стороны без вскрытия сегодня ускроем оценим состояние вентиляторов и всей системы охлаждения в целом все это время я пользовался ноутбука вот таком настольном положении установил его на специальную подставку чтобы был приток воздуха снизу и он был немного наклонен вперед для удобства пользования им время от времени я смахивал с него пыль иногда пылесосом пытался очистить воздушные каналы на его боковом и заднем торцах кстати толщина этого ноутбука всего два с половиной сантиметров и это мой основной инструмент на котором я в адоб пример про выполняю рендеринг видеоролика вплоть до разрешения 4к для моего youtube канала распаковку и обзор можно глянуть по ссылке на экране и по выпадающему окну в конце этого видеоролика но сначала проведу тест с помощью программы аида 64 extreme чтобы оценить троттлинг центрального процессора и температурные режимы его ядер из его результатов видно что частота процессора имеет постоянное значение его температура достигает 91 градуса цельсия троттлинга нет поменял локацию приступаю к вскрытию корпуса ноутбука на тыльной стороне корпуса выкручиваю 11 винтов трех типоразмеров самые короткие два винта вкручены в передних углах возле динамиков два винта средней длины вкручиваются спереди в центре и один в центре нижней крышки самые длинные винты использованы в следующих местах 4 вдоль задней стороны ноутбука и два по бокам в центре медиатором или пластиковой картой проходимся по периметру освобождая защелки тем самым отделяю нижнюю крышку на ней имеется перфорация для доступа воздуха поэтому крышку также очищаем от пыли в начале любых манипуляций с элементами ноутбука необходимо отключить разъем аккумуляторной батареи правый в данном положении у ноутбука вентилятор около центрального процессора доступен к демонтажу и чистке без снятия радиатора а вот левый вентилятор нет возможности изъять так как одно из его креплений расположено под трубкой радиатора сам же радиатор демонтируется после выкручивания винтов которые отмечены цифрами но строго в обратном порядке один из винтов прикрыт пломбой которую мне удалось снять без ее повреждения далее нужно отклеить радиатор делать это нужно сдвигая его немного в сторону с одновременным поднятием немного вверх если пытаться рвать его вертикально то возможно погнуть трубки моем случае термопаста хорошо прикорила но понемногу мне удалось отклеить радиатор не привык не повредив при этом зеркальную поверхность чипов и не согнув трубки далее отвинтив три винта и ранее уже отключив соответствующий разъем снял левый вентилятор правый вентилятор крепится в двух местах также отключив ранее разъем изъял и его оценив состояние сделал вывод о том что за эти четыре года я все же поддерживал ноутбук в достаточно чистом состоянии крепежные элементы корпусов вентиляторов разные и они не взаимозаменяемые необходимо почистить от пыли места установки вентиляторов и в общем пройти с четкой полиментом материнской платы с помощью салфеток и изопропилового спирта смыл остатки термопасты с центрального процессора и видео чипа пластиковой лопаткой и ветошью со спиртом удалось очистить микросхемы видеопамяти и мосфеты от старого жидкого термоинтерфейса его консистенция похожая на мягкую жевательную резинку порванную термопрокладку на трасселях решил оставить без замены но у меня такой нету за кадром продул пылесосом и почистил щеткой лопасти обоих вентиляторов без скрытия их корпусов устанавливаю на место левый вентилятор закрутив три маленьких винтика далее подключаю провода вентилятора к небольшому разъему на материнской плате просунув провода под черным кабелем дисплея укладываю свою позицию правый вентилятор и фиксирую его двумя винтиками проложив провода фиксирую их в разъеме на видео чип и центральный процессор с помощью пластиковой лопатки наношу тонким слоем термопасту arctic mx4 жидким термоинтерфейсом k5 pro который я приобрел минске за 47 рублей 20 копеек белорусских покрываю чипы видеопамяти и мосфеты далее взяв радиатор в центре ориентирую его строго по отверстиям под винты и накрываю им видеочип и центральный процессор сначала наживляю все затем за несколько циклов закручиваю до упора не пережимая и финале приклеиваю сохранившуюся пломбу подключаю разъем аккумулятора и закрываю нижнюю крышку закручиваю винты свои позиции самые короткие в передние углы средние спереди и в центре самые длинные это задняя сторона и по бокам ссылки на термопасту и жидкий термоинтерфейс разместил в описании этого видеоролика термопасту я покупал на алиэкспресс жидкий термоинтерфейс в своем городе в минске